Рафиль, меня ищешь наверно? Я всех ищу, где занятия? Да тут что-то не срабатывает у вас, вы-то меня не видите. Ну да, картинка только, ваш портрет. Ну да, чем объяснить я не знаю. Видео включить надо. Кому? Вам. Давай, где вот это? У вас его нету. Нет, это положить трубку. А где оно у меня видео? Не знаю. Камеру включили. Картинку камеру включить и нашел. А куда видео делось, а? Ну нет. О, Евгений появился. Евгений появился. Как включить-то? А куда она вообще исчезла у нас? А? Видео-то куда делось-то у нас? Ты меня спрашивай, бессолково. У нас кнопка пропала видео. Ну вот нету, только есть микрофон. Ну ладно, не будем переживать. Слушай, Рафиль, ты спрашиваешь о тысячелетнем царстве. Внимательно слушай. Бумажка-то есть у тебя рядом? Есть, я же это видео два раза смотрела. А почему же беды вот этого все? Нет, ты обожди. Ты веришь бедам или Писанию? Ну, Писанию, да. Ну все, Писанию. Значит, остальное не гляди даже. Писание говорит, а остальное тебе не надо смотреть даже. Ну, а как если он связал? А как же вот на земле вот так? Еще раз говорю. Если ты будешь смотреть на это, то у тебя ничего не будет. Ты по Писанию смотри. По Писанию написано, потоп был. А нигде, говорит, никаких признаков нет. Ну и что? Так был он или не был? Содом и Гоморру не могут найти нигде. Не могут найти по сегодняшний день. Так была она или не была? Это беда над ними. Игнатий Тихонович, а вот как же тогда? Не дай соблазниться дьяволом там. Да, подожди. Ты другой, давай. Мы давай по Писанию посмотрим. И связал его, говорит, дьявола на тысячу лет. 20 глава, 4 стих, откровение. 20 глава, 4 стих, откровение. Да, на тысячу лет. Связал на тысячу лет. Нас интересует тысячелетнее царство. Так теперь, когда оно начинается? Тогда, когда связал. Вот он связал и началось тысячелетнее царство. Тут прямо сказано. Связал на тысячу лет. Ну, допустим, я пришла на работу на 8 часов. На 8 часов. Когда-то 8 часов начались. Ну, когда пришла на работу. А ты, может, с 9 пришла, все равно 8 часов надо отбыть. Так вот, давай рассуждать так. Тысячелетие нигде в Ветхом Завете ни разу не упоминается. И в Новом Завете нигде, кроме Откровения. А книга Откровения на Первых Вселенских Соборах не была еще принята в канон. Ее считали подложной. И поэтому в Церкви проповедуется на все книги, кроме Откровения. На Откровения не проповедуется и сегодня нигде. Это духовная книга. И надо вносить ее разуметь духовно. Но что связал и тысячу лет вот эти два слова, связанные вместе. А теперь смотрим. Первое послание Иоанна. Третья глава, восьмой стих. Я тебя буду спрашивать, а ты коротко отвечай. Не гляди, что у тебя там поезда рушатся. Ты слушай, что говорит Библия. Написано, для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вот если мы скажем, что Он не разрушил дела дьявола, то это был не Христос-обманщик. Если Он Христос, то Он для того и пришел. Он выполнил свою миссию. Чтобы разрушить дела дьявола. А где разрушено? Тебе не надо спрашивать. Написано, для того ты явился Сын Божий, запятая, чтобы разрушить дела дьявола. Так мы верим ли, что Христос? Если это Христос, значит, Он разрушил. А как и что тебе не надо знать? Дальше по Писанию смотря, мы найдем и увидим. Но что Он разрушил, это определенно. И написано, смертью смерть попрал. Так попрал или не попрал? Христос воскрес из мертвых. Смертью смерть попрал, а мы умираем все. Тебе не надо смотреть, умираем. Попрал смерть, разрушил смерть. Смерти нет. Есть переход из одной жизни в другую. Ты со Христом здесь и навеки. Почему и говорит сия заповедь вечная. Суббота – это заповедь вечная. Ее никто не отменял нигде. Но она указывала на воскресение Христова. А воскресение Христова говорит о будущей вечной жизни. Еще для народа Божьего есть субботство. Смотреть надо. Вот считаем мы 19 глава Евангелия от Матфея. Как может кто расхитить? Сильно, если прежде не свяжет, говорит. Так он был в преисподней или нет? Люди, как свидетели Иеговы называются, правильно, это лжесвидетели под именем Иеговы. Субботники. А они отвергают, что отречественное царство началось. А вообще баптисты-то и все. Дальше. А они отвергают, начинают душу. Потому что говорится, что он в пятницу умер духом своим и сошел в преисподние места. Первое послание Петра 4, 6. Для того и мертвым было благовествуемо. Мертвым. И в 3 главе он об этом же говорит, 19 стих. Так он сходил в преисподние места или нет? Сходил, значит, у человека есть душа, а телом лежал он во гробе в саду Гевсиманском. А душою, духом своим он сошел и проповедовал. А когда закончил проповедовать? Воскресенье. Вот почему субботу указывал на воскресенье. Шаббот – покой. Суббота еврейская. Да она давала покой не работать. А Господь проповедовал в субботу. И дальше Он говорил, Господин, в субботу есть. И воскрес в первый день. Вот теперь наступила вечная суббота. Ведь этот смысл-то заложен прямо в этом. Он сошел в преисподние места земли, чтобы расхитить вещи. Какие вещи? Сосуды. Какие сосуды? В Доме Божьем есть разные сосуды, в чистом и нечистом употреблении. И сосудами этими называет Господь человека. Человека. Сосуд. Одни в низком употреблении, другие в высоком. Речь идет о людях. Так вот, Он эти сосуды расхитил или нет? Расхитил. А как может их расхитить, если прежде не свяжет? Если Он его не связал, то ничего и не было. Никого не вывел. А если Он вывел, то написано, как может вывезти, взять, расхитить его сосуды? Как написано, и пленил плен. То есть, Он пленил тех, которые были в плену. Ну, были люди, Лот и его сродники, взятые в плен. Авраам напал ночью, и теперь их пленил. Этих пленных пленил. Здесь дьявол пленил людей, а Господь их искупил. Пленных пленил. И поэтому мы видим, что Он и связал, однажды, говорится, и разрушил дьяволы. Где? Смерть Голгофа. Смертью смерть, смертное все. Проклятие, которое было, все попрал. Исущим во гробах Он жизнь даровал. И поэтому рассуждать по-другому никак нельзя. Тысячелетнее царство началось на Голгофе. На конуа две тысячи лет. Слово «тысяча» в Священном Писании имеет смысл много. И падут под тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Девяностое Псалом. Кроме того, я благословлю его в тысячу родов. Ну, мы видим, мир подошел к концу. Конфликт с Израилем. Какие там беды рядом. Все к концу подошло. Ну, видно, что антихризис это уже совсем рядом. А если взять поколение за 20 лет, ну, в 20 лет женится человек в 19, а в 20 рождается ребенок. Ну, женится и позже, но не в 5 лет. Если 20 лет взять за поколение, то тысячу родов – это 20 тысяч лет, а прошло только от Адама 7,5. Да что, еще 12,5 тысяч лет жизнь будет? Ясно, что нет. И поэтому мы понимаем, слово «тысяча» означает много. Везде означает Писание. Тысячу родов, я вот называю места. Поэтому это время евангельской проповеди. Он его связал. И он не властен. А вот там, где делается, там, где люди добровольно ему предались. И поэтому он там господствует в сынах противления. А тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Зачем бы я вам писал это? Кто в нас? Дух Святой, Христос. А в мире, в мире лукавый до времени. И он будет развязан на малое время, развязан на 3,5 года перед пришествием Антихриста. Пришествием Антихриста, перед пришествием Христа. 3,5 года. Это его царство. Все стоит на месте. А если тысячелетнее царство не на Голгофе, тогда это был не Христос. Просто обманщик, рожденный в Ифлееме. Поэтому христианину выбирать-то не приходится. Тут все четко и ясно прописано. А как они так понимают? Еретики. Поэтому в ереси там все перевернуто. Они не понимают. Дух Святой отступил от них. Они не понимают. А вот как мы где видим? Ну хорошо. Огромный медведь, назовем там, или собака даже, сидит на цепи. У нее есть власть разодрать тебя. А ты не подходи. И ничего он не сделает на тебе. Он связан. Но ты-то к нему зачем подходишь? Ты наоборот. Написано 16 глава 20 стих к римлянам. И сокрушит сатану под ноги вашим вскоре. Под ноги. Когда? Когда вы сделаетесь достойными. Каждому сокрушит под ноги. Если ты в это не веришь, значит ты не веришь в силу, даруемой Духом Святым. Люди, которые обратились ко Христу, они от больших недостатков были избавлены. Говори. Да. У кого? Ооо. А как она могла так? Хорошо. Все. Тогда прекращаем. Мы начинаем молиться. С Богом. Сейчас я закончу разговор. Вот так и все. Да. Человек попал в нехорошее положение. Дернул автобус или что. И она упала. Еврейка. У нас была она не членом общины, но ходила к нам. Фаина Соломоновна Ролёва. Ее шейку, бедра сломало. А это очень тяжелую операцию сделали. Она сейчас... Наша старшая сестра была у нее. Она сильно просила мне передать. Она не в общине у нас. Она тут бунтовать начала и враждовать, и ушла. Ушла просто. А потом интересно как. Ей не понравилось. Прочитала там у меня в книге. Я говорю, Господь пришел к погибшим овцам Израиля. А из Евангелия написано. Она, видимо, не знала этого. Ну и много раз говорили так. Я просто о ней хотел сказать. А потом, когда ушла, она стала везде разносить. И в нашей общине толкать большие там бумаги. Там все-то разбирает по книгам. То есть меня критиковать. А в конце вид не поняла, что бесполезно. Я говорю, да, с вами что говорить? Вы такой. Вы любого жида за пояс заткнете. Не еврея, а жида. Еврейка говорит. У нее дети, кажется, в Израиле все. Любого жида за пояс заткнете. Ну и все. А прикид-то какой. Вот я у меня за оплату там другое. Ну, как сказать, критиковала. А тут же и вот такие слова сказала. Ну вот она упала, сломала. Мы сейчас будем сразу молиться. Такой порядок. Я отойду от вас. Если можете, помолитесь там тоже. Фаина. Фаина Соломоновна. У православных нет Соломона. Соломон не канонизирован. И во имя Соломона в церкви не покрестят никогда. А Фаина это надо посмотреть, есть или нет. Вот так. Если вот сказать Райхан, тебя в Райхана никто бы не стал крестить. А Рахиль очень близко. Вообще прекрасные имена дали какие-то все. И Руфь, и Рафаил, и Марк. Чудесно. Я до того рад был, когда узнал. Не так, что там Света, Таня, Митя, Игорь. А вот библейское все такое. Ну, нам дали правду и брать. Да, понимаете, это как песнь какая звучит. Я не могу ничего это сделать с собой. Иногда я слушаю еврейские там мальчики поэты или кто-то. Я же не еврей, у меня нет ничего. Но я понимаю, это роднее всех родных. Моя душа откликается. И другие теперь объясняют, почему так. Я говорю, в Израиле я не был, не знаю. Я глаза закрою, и как будто бы, ну, кто-то осудит за это, что я себя чувствую, как бы я еврей. Это родное мое, близкое услышалось. И поэтому спорить, там, с евреем или еще, только неразумный человек может. Бог избрал этот народ. Они пошли не тем путем. Но он избрание свое не отнимает. Нет. Это чудо Божие. Еврейский народ – это нация-чудо. И так мы должны это признать. Он неуничтожим. И они не такие, как мы. Да, они идут, ложат, там, вот ограбили страну, там, сети Чубайса, Абрамовича. А мне до этого нужды нет. Я знаю, Абрам избран. Я знаю, как бы ни Давид, у меня бы псалтыри не было. Как бы ни апостола, у меня бы не было. Я бы давно сгинул. А я живу и радуюсь. У нас все еврейское. Все от начала до конца. И главное преимущество быть иудеем, что им верено Слово Божие. Верено. А рядом жили Иусеи, Исеи, Ферезеи, Ферестемляне. Там русские, говорят, были. Где грамоты? Где инки? Где хеты? Никого нет. А еврейские книги Библии мы сами переводим. Русские люди. Немцы, англичане, казахи – все переводят. Мы поселились в шатрах Симовых, как предсказал им, в шатрах Симовых. А мы – иофеты. Иофет – народ. Ну, белолицей, который. А хам – это вот Египет. И в земле хамовой, как Давид говорит, поселился в земле хамовой. Хама. И все мы в шатрах Симовых. И мы должны быть постоянно в молитве благодарны Богу за чудное избрание этого народа. Иные начинают говорить. У нас, ну, там один был, писал такой Константин Душенов, газета «Русь православная». И написал «Горбоносая пучеглазая сволочь». Заголовок это на еврею-то. А я сразу вышел. Так это не ругательство. Это Бог так выделил горбоносы. И ничего нет. А горбоносы – куланы, как лошадки маленькие. Они не болеют, они жаркий воздух дыхают. А глаза на выпечку пучеглазые. Ну, во-первых, не у всех, а потом пучеглазые дальше видят. Как смеялись, Сократ, мудрец был. Он говорит, глаза даны для того, чтобы смотреть, а не на то, чтобы смотрели на них. Ты в ямках глаза у тебя, они только вперед видят. А у меня как у рака. Я по сторонам даже везде вижу. Бог мой народ отметил этим, чтобы мы дальше видели и шире. Мне так смешно, интересно показалось. Поэтому не надо ни на чем обижаться. Некоторые на него обиделись, его посадили. А я в этом не вижу ничего. Ну, сказал, сказал неразумно в оскорблении. А это не оскорбление. Ну, русских назовут вот пьянь, подзаборная, дрянь там, говорится, срань подзаборная. А мне даже ничего скажут. Действительно, такие мы и есть. Но мы не хотим быть такими. Христос нас избавил. Не надо пропускать даже обзывалки какие-то. Ну, нормально. Это я не говорю о матерках. Где-то. С сознанием-то дело. А, ты евреям подыгрываешь, там продался. На меня там... Я говорю, я сотрудник СРУ давно уже. И меня мусульмане сражают деньгами. Отзывы идут-то вообще ошалеть. Сотрудник КГБ, я говорю, СРУ и КГБ одновременно. А вы на свободе не сотрудники, а я по тюрьмам иду. Вот ловко как. Или как так получается? За что же меня там садили-то? Понимаешь, надо на все смотреть легче. Не убивайся. Новый день, новые надежды рождают. Вот сейчас она позвонила, Фаина. А мы помолимся. И она, говорит, лежит в больнице. Там пришли сестры проведать. И она просит, чтобы позвонила мне, Татьяна Кузьминична. И она очень верит в силу моей молитвы. Вот тебе и на. Бунтовала, а внутри-то у нее осталось то, как хорошо ее было у нас. Мы сейчас будем молиться. С Богом! Отвечайся! Да, с Богом! Слава Иисусу Христу! На молитву становимся сейчас, помолимся. Как тут мне погасить-то тоже надо как-то? А? Трубку положите-то и все. Трубку вот эту, да?